Бригада У Бригада У Бригада У Ну да, потому что мы Синоним слова неожиданность А вам кому-нибудь написали тоже типа Завтра же не вторник Типа вопросы Нет, весь юмор достается тебе, Леха Нет, мне тоже написали, кстати Типа ошиблись Нет, не ошиблись Более того, один мальчик даже спрашивал меня ночью Мне написало сообщение, почему личка будет в понедельник И я ему не ответила, потому что я спала И он мне решил позвонить в Инстаграме четыре раза подряд. Он волнуется, переживает. А какова судьба этого мальчика? Все. А может, ты не отвечала, потому что ты рожала? Потому что, я знаю, некоторые поздравляли тебя с рождением ребенка. Ой, это же прикол. Я вчера была у подружки на маленькое празднование было. Три месяца ее сыну исполнялось. А молодым мамам повод не нужен? Выпить? Ну да. Я выложила фотографию, где я держу маленькую ручку. Мне написали, поздравляю с рождением сына. Я говорю, действительно, так незаметно. Он такой, ну это ваши женские секретики. Действительно. На выходных сходила, родила. Ну вот и планы начались. Что, как было на выходных. Это разогрев перед курсом мог бы у тебя быть. Как родить? Нет, как прибухивать и при этом родить. Классный курс. Нормально? Ну а твоих выходных мы все узнали, да? Нет, нет. У меня на самом деле были суперсемейные выходные. Мама с сестрой у меня были в гостях. Потом на следующий день я к папе пошла в гости. Короче, вот гости-гости. И оказалось, представляете, я была в шоке, что, оказывается, моя мама живем в Персе еще не видела. Только по фотографиям. Я была уверена, что она видела. Это сына твоего. Мама твоего сына. Моего сыночку, он же котик. Вот. И это была такая реальная милота, потому что мама реально, как настоящему внуку, говорила, божечки, какой красивый. О, какой мальчик, какой хвост. А он как делал? А он прям показывал, как он классно может лежать, как он классно бегает за мячиком. У тебя семейные у котов показывают, как лежать. Да, в общем, вот милота. Короче, были семейные выходные у меня. Хорошо, хорошо. Класс. Я ходил на день рождения к другу. Я тоже. Ему тоже три месяца. Я люблю помладше аудиторию, чтобы как-то быть в тренде. Не к одному и тому же человеку. К Пашке. А? К Пашке. Да, к Димке. Да, понятно. Точно один. Паша Акадима. У меня есть друг, он довольно-таки необычный, потому что он коренной москвич, и у него отец владелец вертолетной компании. Ну, то есть там огромные деньги у семьи, но он при этом живет на то, что сам заработал, и живет прям как хиппи. Прям как хиппи. А, я вам рассказывал про него. Да, 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 да. И у него был день рождения. Такой странный человек. Странный. Но этот человек мира настолько доброго и коммуникабельного вообще не встречал. И... Добрее меня. И меня. Нет, не добрее. Получается, встречал. Не добрее меня, получается. Лех, добрее тебя. Добрее тебя будет легко. Не сложно, да. Не сложно. Не сложно. Вот. И этот человек, у которого есть квартира, в квартире нет холодильника вообще, но есть пицца-печка. В смысле холодильника? У него нет холодильника. А где он на улице? Не удивило, что у него есть пицца-печка, Джема? Ну да. Я думал тебе... А я сразу не понимаю, а как там пиво холодненькое? Смотри. Он не очень любит пиво, венишка больше. Пока что есть балкон. А я думал, ты что, не был студентом, когда за окошко херакс и пакетик висит? Я был студентом, но я жил в квартире. Ну, неважно. У тебя там был холодильник? Да. Мажор. Мажорище. Вот это да. В квартире студента. Богатей. Да, поэтому мы потусили у друга, разошлись домой и в воскресенье, в принципе, провели более-менее домашнее. Джем, а у тебя были богатые друзья? Богатые друзья, да. На дне рождения? Да. Это ты? И они получили неплохие подарки. Мне бы такие дали. Например? Холодильник. Нет, конвертики там же. А конвертики дарят в зависимости от того, насколько богатый именинник? Ну, типа тебе, Джем, прости, трешечка. А другому пятерочку? Ну, в зависимости от того, сколько они подарили в прошлый раз. Мне. О, я знаю, что, по-моему, у греков или у евреев на свадьбах так. Да? Или у армян. Нет, а вы не знаете? Я не помню, у кого. Мне рассказывали, что там сидит специальный человек, который в книжечку записывает. Ты приходишь, типа, я Вэл Вэллыч. Подожди, я это тоже слышала. Сколько даришь? 10 тысяч рублей. Мне кажется, это греки. Я не помню, кто. А может, евреи. И на следующую, когда ты приходишь, открывается эта книжка, такие, типа, так, вот вы приходите. Вот, пожалуйста. Это круговорот одних и тех же слов в природе, получается. Нет, нужно больше, нужно больше всегда. А-а-а. Или не меньше. Ну, не меньше точно. А не приходить можно? Нет. Ты что? Мне уважение. Он такое. А, ну что, перед вами обладатель новой итальянской. Итальянской. Не хрустальной. Совы. Акриловой ванны. Да. Олимпиада уже идет неделю, но не так за ней интересно следить, как за первой неделей твоей ванной. А вы в бафлех не видели на ванной джемы? Встречины катаются. Да, да, да. На вторичку сдал. Я заказал на юду, да, на этот сайт, человек, который мог и демонтировать старую ванну. И юду привезти. Нет. И установить новую, и утилизировать, потому что моя старая ванна, я не знал, куда ее девать, она 109 килограммов весила. И он говорит, я с легкостью все сделаю. А с легкостью? Я так понимаю, это не множество. Так понимаю, из Твери человечек. Нет, 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 я не знаю, откуда он. Я все измерил 10 раз. Все, ванна проходит в проем дверной. То есть ее вынести можно. Пилить не надо. Не надо пилить. Ну что, я услышал? Звуки шокулярной пилы. Слушай, что делаете? Распиленные, проще выносить, ну правда. Он такой, я померил, она не влезет. Я говорю, ее надо боком. Не, ну подожди, но с другой стороны, если он ее утилизирует, то тебе же она не нужна. Зачем? Так, а ремонт новый от этой циркулярки, потом пыль потом. Такая ванища, она такая пыль микроскопическая. Да. А, вы пыль не любите? Я просто люблю и... Я не так часто пользуюсь. Циркуляркой? Да. Я подумал, как он ее будет выносить, потому что он приехал без машины. Один. Один. Так он вот такие маленькие квадратики напилил по карманам. Вам, кстати, плиточка не нужна? Я говорю, как? Он такой, сейчас все будет. Он вышел куда-то и вернулся с дворниками. Вот, да, так обычно делается. И они куда-то ее дели. Да, так обычно делается. Ни в мусорке, ни где во дворе ванны нет. Проходил бы скалкой. Они скалкой. Нельзя в мусорку. Телевизировать такие вещи. Ну, в общем, она исчезла. Куда-то... Я, в общем, доволен, все, ванна новая. Поздравляйте меня. Спасибо. Ой, поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Ой, ну раз мы заговорили о греческих свадьбах, так. Что? Что? Я расскажу о моих любимых греческих посольствах. Мои зайки. Ну, у меня тут планируется поездка, значит, в Афину. У меня закончился Шенген. Ну, давай правду скажем. Ты хотел съездить специально в Афину, чтобы у тебя потом был Шенген. Нет, это был бы приятный бонус. Я собирался съездить в Грецию и думаю, ну, было бы прикольно получить Шенген и потом, например, летом не париться и уже по Европе покататься. Ну, красота. Красота. Я даже не знаю, с чего начать. Я подал все документы. Чтобы вы понимали, у меня не было никогда шенгенской визы меньше одного года. Минимум годовые у меня визы всегда были. И тут, значит, я приношу все документы, захожу записывать, все отдаю им и так далее. Мне через три дня звонят и говорят, здравствуйте. Вот вы подавали документы? Говорю, да, я подавал документы. Они говорят, точно вы подавали? Говорю, да, я. Они говорят, а у вас все выкуплено? Ну, вот билеты есть. Какое дерзкое посольство. Я тебе еще про доставку не рассказывал. Они говорят, у вас выкуплены билеты, там, бронегостиницы? Говорю, да, конечно. Ну, я вам подавал документы, все есть. А вот билеты прям куплены? Я говорю, прям куплены. А гостиница? Я говорю, ну, гостиница не куплена, потому что, ну, она забронирована. Не бронирует деньги. Да, то есть у меня на букинге нет функции оплатить сейчас. То есть там привязываешь карту и все, она там за день до заезда, допустим, списывается, я не могу. Мне говорят, ну если вы хотите получить визу, будьте добры, пожалуйста, найти гостиницу, которую можно оплатить сейчас, то отмените, и только тогда мы вам выдадим. Я охренел. А, и после этого пришлите, пожалуйста, чеки именно с оплатой из мобильного банка, вот эти чеки пришлите, что оплачено. Я охренел, думаю, ну ладно, наверное, тщательная проверка, сейчас они вот проверяют, потому что нужно им годовой мне минимум дать шенген. И какое было мое удивление, когда мне привозят просто два паспорта. Я открываю, ну не мои два паспорта, а с девушкой. Я открываю паспорта, и там на обоях стоят просто четырехдневные одноразовые визы. Я охренел вообще. Я такой расстроенный был. А еще более того был отвратительный курьер, компания Fox Express. Привет. Как можно помедленнее, погромче? Fox Express. Я никогда до этого о них не слышал, но вот греческое посольство работает с ними, как я понимаю, греческий визовый центр. Мне звонит, значит, чувак, а я обычно после работы как бы сплю немного, отдыхаю. Так получается, что мы рано работаем. Ну вы тоже, вы знаете. Но мы еще и далеко живем. Мы еще и далеко живем. От меня. А это мы уже не знаем, Лев. Вот, и значит, приезжает, у меня звонок, типа, алло, прям вот так вот, алло, алло. Я говорю, да, здравствуйте. Все, выходите, спускайтесь, я приехал. Я говорю, а что кого... Я привез тут визу вашу, давайте, спускайтесь. Я говорю, извините, но вы вот даже не позвонили. Обычно там написано, что за полчаса вы должны позвонить. Говорю, я сейчас просто не в состоянии быстро собраться, там, выйти, говорю, ну, как бы... Я принимаю вам, ну... Ну, например. Например. Мало ли. И значит, да, ладно, сейчас я поднимусь, хорошо, хорошо поднимусь. Так, значит, квартира 34. Я говорю, нет, квартира 204. Я говорю, квартира 34. Я говорю, еще раз, говорю, квартира 204. У меня указана квартира 34. Ваши паспорта в 34. Я говорю, я без понятия, почему у вас указано 34, ну, может быть, ошиблись, но у меня квартира 204. Человек просто бросает трубку, ну, поднимается. Я открываю, говорю, здравствуйте. Мне просто вот так папочку дают с подписью. Здесь подпись, поставьте здесь. Я ставлю подпись, отдаю, говорю, ну, мне дают пакет, и говорю, спасибо. И он просто берет и захлопывает прямо передо мной дверь и уходит. Я в шоке был вообще, это что такое? Я даже не знаю, куда пожаловаться. Ну, подожди, мы предположили с Вэлом, что ему просто не нравится быть вестником плохих новостей. Ну, да. Так он не знал. Он чувствовал, он раздражен был. Либо это отец той девочки, которая мемом стала, там, что по настроению? Все нормально, я просто не хочу разговаривать. Наверное. Ну, короче, что-то мне как-то не повезло с этим, я так расстроился немного, но... Ну, не расстраивайся, зато ты летишь в Грецию. Ну, да. Ну, с другой стороны, да, я вот здесь как бы думаю, ладно, все-таки поездка состоится. Могли бы вообще отказать, например, сказать нет, до свидания. Как там по-гречески? Ариспера. Ариспера. И все такое. И все такое. Панамера. Добрый вечер, доброе утро. А как до свидания, я не помню. Эв Харисто, знаю. Вот и пожалуйста. Спасибо. Поговорил с умным человеком. А тебе хотелось кричать после этого? По-гречески, да. Не, я кричал. Альфа, бета. Ну, я в этот день хотел сделать греческий салат. В нем было чуть больше маслин нарезанных. И я его не ел. Я его не ел. Просто выбросил. Возможно, человек, которому принесли такие же вести, как и тебе, с этой трехдневной-четырехдневной визой, был под окнами у нас сегодня ночью. Я просто охренел. Мы, значит, просыпаемся в ночи часа в три и прям отдаленно где-то. А-а-а! Мы думаем, может, кошка эволюционировала. Подожди, может быть, ему тоже дали на четыре дня всего лишь визу. А-а-а! А ты просыпаешься от таких криков, но это сначала непонятно, потом опять. А-а-а! Ну, то есть он не зовет никого. Думаешь, может, кого-то убивают, насилуют. Все возможно. Мы поняли, что это не кошка, во-первых, да. Это не она. Подбежали к окнам. Я тут же начал смотреть вниз. Думаю, может, кто-то из окна выпал и там сломался. Единственное, что он может кричать, позвать на помощь. Смотрю, никого нет. По району опрокинули взгляд, никого нет. Смотрели минут пять. Откуда-то неоткуда. А-а-а! Думаю, да что за хрень? Что это? Ну, камни в почках щелы. День святого Валентина кто-то прознал. Просто пьяный козел. Выходит просто так, во дворик заходит из-за дома и просто идет. С ним ничего не происходит. Он просто пьяный, идет спокойно. А-а-а! Он не пишет никому, он не злится. Он просто идет и периодически орет. А-а-а! Он просто, как и я, да, ему когда-то визу дали. Короткую, одноразовую. Да это весна, сейчас таких знаешь сколько. А тебя, кстати, в районе Сокола не было вчера ночью? Блин, да. Вот, а еще плюс на выходных. Ну, как я понимаю, не я один. Я, значит, был наедине фактически со своей однофамилицей Анной Сорокин. 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 Блин, я так долго ржал. То есть это перевод. Это дубляж на русский язык. Есть русская фамилия Сорокин. Отлично. Ну, а по документам, если Сорокин? Ну, мы предположили, что... В смысле, по документам Сорокин? У меня тоже так же в загранпаспорт имеется Сорокин. Но нет, если ты эмигрируешь и будешь женщиной, ты будешь Сорокин. Алекса Сорокин. А ты видел, что они даже когда склоняли, то есть, ну, там, где было, они всегда говорили не Сорокин, а Сорокин. Ну да, у нее такая фамилия, если в паспорте. Кто не понимает, что за бред происходит, вышел сериал на Нетфликсе, создавая Анну. Да, у нас про весь день. Изобретая. Изобретая. При этом забавно, что я про него всем прожужжала уши, но я пропустила выход от этого сериала, и я единственная, кто не посмотрел. Ну, мне две серии осталось всего. Короче, в двух словах, это речь... Это документалка, снятая... Документалка, снятая на реальных событиях, но при этом с актерами. Про русскую девочку, которая просто своими махинациями чуть ли не взорвала экономическую систему Соединенных Штатов. Ну, там, наворотила дело. Очень крутой сериал, посмотрите, да. Да, назвать теперь меня Алексей Сорокин. 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 Да, ударение, что они вообще не топают? Ладно бы, Сорокин. Не понимаю. Да как? Ну что? А какие оправдания могут быть? Не защищай их, ты нужна одна команда. Типа переводят так, как ее там называют. Ну, это же дубляж, ты должен наоборотировать. Конечно. Давайте все фамилии переводить. Давайте. А зачем переводить, если она русская? Ну да. Фамилия. Ну, она живет в Германии. Ну, она живет. Ну, немецкий паспорт. Сорокин. Ну, в метроши говорят... А там есть ударение, да, в паспорте? Ну, у них в английском на первый слог ударяются. Ну, что я могу сделать? Да ты ничего уже не сделаешь. Ничего не исправишь. Уже все испорчено. В метроши говорят 1905 года. Вот. Не переводят же? Там не переводят, потому что там цифры... Там, ладно, потом... Ну что, переходим к вопросам? Ну, давайте, давайте, давайте. Тут же спрашивает меня Алексеевна Анна. Беларус? Увы, нет. Не беларус. А я думал, тебе предложат альтернативу выбрать. Беларусь? Нет, нет, нет. Просто... Нет, а спрашивают, беларусь ли я, к сожалению, нет. Беларусь я обожаю. Ну, кстати, ты мог бы быть беларусом, да. Они прикольные и веселые. Из меня вышел бы хороший беларусь, да. Мне кажется, да. Тем более у тебя такой акцент хороший, пародивный. Это да, это правда. Да, спасибо. А вот Света Шабарова 0 все-таки предлагает выбрать. Прага или Вена? Я не была в Вене, поэтому Прага. Вена. Я люблю Прагу, но Вена мне зашла намного больше. Намного. Она такая уютненькая, маленькая. Классная. Прага понаряднее. Ну да. Чем Вена? Да. Но там народу столько. Народу вообще жесть. У меня вот ощущение, что Вена, она как будто стилевья. Там вот какой-то четенький определенный стилючечек. Да, все сдержано очень красиво. И тихо очень. Я пока ни там, ни там не был. Как поеду, отпишусь. Ну выбирай, все равно надо выбрать. Прага или Вена? Ну, вино люблю. Вена. Пусть будет Вена. Логично. Ну, если у вас... А Венома любишь? Венома люблю. Вена получается. Но с другой стороны, торт Прага я люблю, прости, Лёха. И пивасик. И пивасик. Вопрос, если пошли сопоставления, тут, например, есть вопрос. Секс без любви или любовь без секса? Не, ну что за... Задумайтесь. Что за ужасные вопросы такие? Ну, смотрите... То и то сойдет. Ах ты какое! Ну смотри. На понедельке вахтов нет. Если любовь без секса, может быть, и секс без любви не может быть. Изменять плохо. Тут не про измену. Это я просто сказал. Кто-то сейчас подумает. Просто установка из головы вылезла. Плохо, плохо. А ты что выбираешь? Я, ну, любовь, наверное. Ну да, любовь, наверное. Слушай, после 60 у многих бывает любовь без секса. Поэтому... Ну да, ну да. Да нет, конечно, любовь. Все мы постареем. И в конце концов, никто не отменял видеоконтент для взрослых. Алинкин239 спрашивает. Вы путаете Марка Уолберга и Мэтта Дэймона? А Киру Найтли и Натали Портман? Нет, я не путаю. Я девочек, вот этих путаю иногда. Я перестала. Прошел тот период, когда я их путала. Марк Уолберг, я видел его в одно из интервью, говорит... Ну, что-то он рассказывает. Его очень часто с Мэттом Дэймоном путают. А Мэтта с ним не очень часто. Вот. Ну нет, я четко разделяю. А Роберта Данира и Аль Пачино? Да! Да-да-да-да. Да-да-да. Это правда. Да-да-да-да. Ну, я путаю похлавы похвалу. Не только ты. Это самое главное. Я не могу никогда сказать нужное слово. То есть мне надо в несколько секунд подумать. Похвали меня? Похвала, вот, хвалю. А я путаю часто цифры 4 и 7. Не то, чтобы вот... Знаешь, в голове... Это более странно, конечно. Прости. В голове? Ну, реально, ты когда... В смысле путаешь? Ну, не то, чтобы, типа, мне... Ну, что, открыли сундучок. Это такие обестроги. Не то, чтобы, типа, с вас 700 рублей я 400 даю. Типа, ой, я путаю. Потому что я Алексей Сорокин. Я подрываю экономические системы в любом месте. Подожди, подожди. Это у нас так в смешариках разговаривает пингвин? Или кто вот точно таким же голосом? В смешариках пингвинов нет. Есть пингвин, есть у них. Есть пингвин, да-да-да. Да-да-да. Который изобретает форталюты. Немецкие ученые, он, да-да-да. Точно. Он не пингвин, вы чего? Он пингвин. Простите, не могу поддержать беседу. Ты что? Джем, у нас взрослый разговор. Отключайся. Я прошу прощения. Он пингвин. Он очень смешной, но... А вот вопрос как раз. Вы любите спорить? Ну да. Нет, не люблю спорить. Нет, любишь? Нет, не люблю. Я не люблю спорить. Ты обожаешь спорить. Не люблю спорить. Ты и есть спор. Нет, я не люблю спорить. Если был бы спорт спора, ты бы выиграл спорт спора. Вот я не люблю спорить. Да нет, любишь? Вот я не люблю. Да нет, любишь? Я на самом деле себя иногда стараюсь держать в узде, но редко получается. Иногда думаю, ну, Вэл, ну, что тебе это даст спор? Просто пусть у каждого будет своя точка зрения, но иногда прикипает, и невозможно молчать. Я, на самом деле, люблю спорить, но люблю спорить, когда просто разворачивается интересная беседа, аргументация, без вот чтобы я прав, знаешь. Просто чтобы понять, как человек думает, ты такой ввязываешь его в спор, а когда, ну, там, типа, тонус мысл. Все. Хорошо. Вы даже не поспорите со мной? Нет. Наденьте кто-нибудь желтую майку по системе Бритни Спирс. Чтобы нас спасли от Лёхи, мы спорить с ним боимся. А мне писали, как ты с ними, а вот так. Так, вопрос от Макарова, Крис. А Вэл доделал татушку? Вопрос, какой из семнадцати? Которую я не доделал, да. Теперь у меня не прибыль, а наслаждайся. Но мне кажется, надо было оставить прибыль. Было бы прикольно, да? Да, конечно. Какая-то фишка была бы. А так, среднестатистическая, правильная татуировка. Самое интересное, что всем вообще плевать. Мы у Джема татуху месяц не замечали. Потому что я ее скрывал. Серьезно? Да. А зачем ты ее скрывал? Ой, я видел, ты вот так часто сидел. Нет, да зачем ты ее скрывал? Чтоб мама не узнала. Вы же всем разболтаете. Кстати, а мама уже послушала подкасты меня? Нет. А еще мама не знает. Хорошо. А мама трансляцию не смотрит видео? Нет. А Джем не ходит с короткими рукавами, заметь. Чипа и Дейл или Утина история? Чипа и Дейл. Чипа и Дейл. Сложный выбор. Ну ладно, наверное, Чипа и Дейл. Я поражаюсь до сих пор в моментах в утиных историях, когда, например, они сидят за столом, и у них на обед утка. Это да. И, кстати, благодаря Чипа и Дейлу у меня потом бурундуки жили дома. Подожди, Катя и Андрей. Катя и Андрей их звали, да. Да ты что? Звали их не благодаря Чипа и Дейлу? Да, вдохновлена. Чипа и Дейл. Ты думала, что они будут расследовать что-то? Потому что Чипа и Дейла — это бурундуки. А-а-а. А-а-а. Так ты думала, нет. Странно, как можно было Чипа и Дейла назвать Катей и Андреем? А это русский дубляж. Вами переводим, так перевозим. Катя и Андрей. Они такие мастенькие, блин, хорошие. А гаечка в Чипа и Дейле какая сексуальная? А у меня был Вжик любимый. Вжик? Да. А Рокфор? Да не все хорошие. Но толстенький мужичок, который любит сыр, ну да. Твой вкус, да, Вики? Юрко Жулин спрашивает. Юрко Жулин спрашивает, почему у Джема есть монитор, а у Вэлла и Вики нету? Где? Ну, видимо, на рабочем месте. Вот у тебя есть монитор, а у Вики с... А это не мой монитор, это Лехин. Он просто не влезал. Не влезал. Кстати, да. Серьезно? Да. Ну и, если вы можете заметить, Джем у нас обычно объявляет название треков, а перед ним на мониторе как раз-таки список треков, которые прямо сейчас идут и которые будут. Спасибо, Вэлла. Пожалуйста. Любимый спортивный бренд? Спрашивает IceCatLady. Ой, интересно, что Леха скажет. Вы никогда не догадаетесь. Никто не догадается. У меня, кстати, новые кроссовки Adidas. Блин, мне их подарили, такие клевые. Ну покажи. Ну блин, ну вот, проферы, смотрите какие. Ну классно. Прохер? Ну просто, да, пропхеры. Их перестали выпускать в какой-то момент, и тут просто появилась новая такая вещь. Твоя женщина ограбила человека? Adidasico ограбила. А, прикольно. А у вас что? А у нас что? Какие спортивные бренды любимые? Есть прикольный бренд, Iron by Miron его, по-моему, называется. Да, да. Очень интересно. Какой? Nike? Я не дав никому не сказать. А еще и тоже очень прикольный бренд. Что? Девчачья бренда. У меня нет любимого спортивного бренда. Но из того, что превалирует в моем гардеробе, немногочисленный Adidas. Наверное, Adidas. Да? Да. А вот какая самая дорогая вещь в вашем гардеробе? Павлик Кнышев спрашивает. О, у меня есть кроссы за двадцатку. Это дорого? Дорого. Ну, я когда покупал, мне было жалко очень. Двадцать тысячи стоит. У меня, наверное, пуховик. Мне кажется, самое дорогое из того, что есть. А да, пуховик был. А у меня есть сапоги, которые я не ношу. Они зимние, кожаные. Они прям по колено. А что не носим? Можно в лес ходить. Да сейчас так носят. Они в смысле дорогие, или ты решил просто похвастаться? Если что, у меня сапоги есть. По колено. Кстати, продаешь, нет? Дорогие, нет. Да вот я думаю, можешь продать. Ну, сколько? Ну, за сколько возьмешь? Полтос? Да не налезут на тебя. Не, сколько стоят? Ну, не, на какой полтос? Сколько? Тридцать? Ну, двадцатку. Двадцатку, да. У меня... У тебя, наверное, самое дорогое сейчас духи. Нет? Теперь да. А у тебя сколько... Дорожьей ванной? Пуховик и двадцать с чем-то стоил. Двадцать с чем-то? Да. Я думаю, что это, наверное, самое дорогое. У меня зимняя куртка, которую я уже не ношу. Вот, она под тридцатку, наверное, стоила. Я вспоминаю, я когда только начинал работать, вообще, в принципе, в своей жизни, и там какие-то мероприятия вел, меня позвали провести какой-то кинопоказ, и мне говорят, нужен, значит, там дресс-код такой, там будет типа в Комсомольске, типа VIP какая-то, публика, там все дела. А у меня была, я начал зарабатывать, я хочу, думаю, куплю себе какую-нибудь, ну, брендовую вещь. Я себе купил кофту Кельвин Клейн. Она серьезно тогда стоила, ну, типа, там 8 тысяч рублей для меня, это было очень дорого. Да и сейчас, знаешь, это не дешево. И сейчас это не дешево, да. Я тогда купил, я говорю, я буду вот, если уж VIP-публика, я вот надену кофту Кельвин Клейн. Я когда пришел просто на это мероприятие, ко мне подошла девочка, она такая, а, это вот это, да? Я такой, понятно. Какая-то не видно. Обидно вообще было. Вообще. Это вот, дорогая. Блин, я вспомнил, что у меня еще пару платьев есть дорогих, прям тоже там больше 20. Ну, все. А так, дорогого ничего нет. Костюм, который я уже не ношу, шили на заказ. Полтинник у меня стоил. Ух ты. Да, да, да. Ну, это круто. Я вот мечта о костюме на заказе. Слушай, ну, он просто износился. Я его и в хвост, и в гриву, но круто. Это мой тюменский приятель шил, и офигенно он костюмы делает. Да. Но все равно это дорого. Я понял, что я не готов 50 тысяч заказать. Костюм вот можно, мне кажется. Ну, костюм это круто, да. На всю жизнь, да. Реально. На свадьбу, на празднике. А иногда и после, как говорится. Вообще, кстати, костюм, который на всю жизнь, если у тебя дорогой костюм, он тебя держит в форме. Да. Это 100%. Главное, на вырост его не шить. Зиновьева Элла спрашивает, верите ли вы в совместимость знаков зодиака? Ну, да. Да, я верю, что какие-то знаки друг другу лучше подходят, а какие-то меньше. Я вообще, ну, как бы скептично отношусь к астрологии, но рыб терпеть не могу. Не получается у меня с ними. Рыба, простите. Рыба бывает разной. Я объясню. Мне, думаю, нужно объясниться. У меня очень много друзей рыб, как ни странно. Но мне с ними тяжело вот в коммуникации, потому что рыбы, они такие не знают, что хотят, вот так далее. Ну, не совпадают у меня с ними, и я заметил, что это с рыбами. Ну, подожди. У меня четыре бывших рыбы. Вот близнецы тоже не знают, чего хотят. И что, мы плохие люди, что ли? Мы просто... Нет, вы знаете, вы не знаете, что конкретно. Да. Типа, я хочу и это, и это. Ну, ладно, окей, мы хотим все. Окей, я не права, хотя права. Ну, вообще, я не права, но вообще права, конечно. Ну, вот в такие моменты ты задумываешься. Но мне, наверное, сложнее всего общаться с раками. С раками. Говори правильно, без пробелов. Нет, с раками. Да, они вот как будто другие какие-то для меня. Скорпионы? Скорпионы, не, мне нормально. Я люблю скорпионы. Ну, такие странненькие, веселенькие. Ну, в принципе, ок. Но я не знаю, не знаю. А может, если бы кто-нибудь из нас, Лех, был рыбой, ты бы в лицо сказал, что ты ненавидишь нас? Я люблю рыб, но... Вы меня неправильно поняли. Да нет, 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 Леша не говорит, что не любит. Просто говорит, с кем мы сложнее всего коммуникацию настроить. Тяжело, да, мне кажется, сложнее всего с рыбами. Это вот... Подожди, ты сказал, что рыба отстой. Нет, 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 давай. А Леша сказал, что рыба говно. Все, отвечай, давай, с каким знаком тебе сложнее всего? Только не говори ближе не все. Скорпионы. Скорпионы? Нет, надо ответить. Нет, абсолютно не без разницы. Да, не бывает такого. Слушай, ну, раки, я знаю, да, вредные. Но у меня лучший друг рак, и у нас с него отлично. Ну, и сложные. Скорпионы, но у меня Скорпионов тоже есть классный друг. Давай, львы. Львы. Вот с ними бесит. С одной живу. А-а-а, еще удовольствие, да. Ну, пусть будут водолеи. Внезапно. Ну, хорошо. Ну, не знаю, но это так, чтобы просто отлиться. У меня проблема с этим нет. У меня мама водолей. Кроме мамы. Твоей. Хорошо, хорошо. У меня у кого папы рыбы нету? У меня мама рыбы. Извини, Вики. Похоже на оскорбление чувств верующих. Как будто виляешь, виляешь по этому острию. Не-не-не, все знаки хорошие. Потом представляешь видео, как всегда. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Мы правильно все поняли. А вдруг он рыбы? Мы проверим. Блин. Слушайте. Давайте поговорим, например, о лучшей музыке для секса. Давайте. У меня есть. Антонио. Есть? У меня нет плейлиста. У меня есть треки, под которые однажды прям они заходят. И что там? И макарина, макарина, макарина. Не-не-не, не поверишь. Есть израильский певец. Какой разность у нас секс, Вики, вообще. Как ты представляешь, конечно. И макарина. А могло бы. Ну, до первого припева. А дальше и не требуется. Нет, есть израильский певец, его немногие знают. Вива ла дима. Йо, Йо. Я знаю, который клоптинг. Йо, в который клоптинг. У него очень крутой альбом. Шарман Энимал. Что-то такое. И там вот ты включаешь, и там круче Энии даже. Ну, хорошо. Кто вообще Энию взял за идеал для секса? Мне кажется, это один из древнейших мемов. Я вот покажите мне человека, кто сексом занимался. Мне почему-то кажется, что просто в порно использовали часто. Да тут с ума сошли. В храме где-то, что ли? Ну, она как колыбельная, она классная. Что вы выберете? Кто перебьет мою макарону? Подожди, было? Да нет. Ну, как колыбельную, в принципе, ничего так. Спят, устал, есть игрушки. Мы сейчас на вечер накидаем идей. Так. 5.18 плюс поперло. Нет, нет. Нет, у меня ТНТ играет нормально. ТНТ-ТВ. Битва экстрасенсов. Битва экстрасенсов. Ищу в багажнике. Да, я тут сам что-то хотел сказать. Ой, началось. В таком случае я под давай поженимся люблю. Слушайте, нам в прошлый раз и так прилетело за то, что мы что-то вот это пошлять. Вот слово трахаться там всех что-то... Да, прилетело. Слово трахаться? Ну, некоторые возмутились. Говорит, 5 раз сказали слово трахаться. Многие написали, что можно было и без этого обойтись. А как? Скажи еще раз, это тоже будет 5. Давайте. А как не трахаться? Во, все. Я писал по этому поводу. Это твое сообщение было. Можно было и обойтись. Видите, все в коллеге. Любите ли вы... Любили ли вы? Любили. Раньше читать газеты и журналы. Были ли у вас там любимые рубрики? Да. Дарья Захарова спрашивает. Я очень люблю журнал Аэрофлота. Мне очень нравится. Я всегда его в полете читаю. И там еще есть классная такая, что-то типа рубрики. Скайшоп? Нет. Кстати, в Скайшопе ни разу ничего не покупала. Нет, там есть рубрика цифры. И там просто все в цифрах там типа серии. 50 тысяч раз отжался мальчик из, я не знаю, Ингушетти. 48 раз икала девушка в самолете. Тебе нравится, чтобы цифра рядом была с каким-то действием, да? Короче, там статистика. Ну, прикольная такая. Сколько там весит, я не знаю, африканский слон там. Ну, просто все как разное. У меня, я в подростковом возрасте читал, не знаю, вы знаете, такой журнал «Ровесник» был. Да, был. Такой уроковский немножечко. И вот, наверное, оттуда все пошло. Испортил тебя ровесник. А этот вот мальчик, многие мои знакомые. Как называется? Что-то про механику. Популярная механика. Да, вы читали, нет? Нет. У меня в детстве был журнал «Юный техник». Скучнейший вообще там. Как нужно что выпиливать, что с чем склеивать, какие-то модели. Но там была одна рубрика «Фокусы». Я ради этого одной странички выписывал журнал. И чему ты научился? Я, кстати, был фокусником в детстве. Да? Да. А у меня была толстенная старинная книга, там не помню откуда от бабушки дедушка досталась. «Фокусы». А потом у меня был набор юного фокусника. А потом ты стал представителем чемпиона мира по ю-йо. А потом не разбилил сестру, а там темная история. Наколдовал. Ой, а у меня единственный журнал, за которым мы прям бегали и охотились, потому что это были какие-то ограниченные партии, по крайней мере в Мегионе. Вот сейчас прогуглил, чтобы вспомнить точное название. Профутбол. Или афутбол? Профутбол. И там были, он ежемесячный. Там что-то было про футбол написано. Там, да. Все вокруг одного вида спорта, связанного с мячом, по которому бьют ногами. И там в середине журнала всегда была огромная фотография каких-то суперкрутых футболистов. Или какие-нибудь кадры там с финала Лиги Чемпионов. Мы постоянно вырывали эти страницы и на стены расклеивали. У меня над кроватью была прям стена постера футболистов. У меня был, я помню, был журнал «Все звезды», наверное, все, да? Где постеры все брали. У меня был огромный просто макси-макси постер. Там он складывался 800 раз и потом на пол стены такой. И у меня с одной стороны был Эминем. Ну, это вот для... Когда я прям такой был, пацанчик хотелось. А на другой переворачиваешь там тату. Когда я начал взрослеть. Повернул чуть-чуть. Так, про музыку, да, тут зашел разговор. Какой? Ко мне вопрос. Почему, Джем, ты не любишь группу Coldplay? Ак, Ольга спрашивает. Это да. А? Почему? Ну, потому что... Нет. Нет, они не одинаковые, нет. Нет, ну, это вкуса вообще. Ну, одинаковые. Нет, не для вас. Джему может не нравиться эта группа. Это нормально. Странно, конечно, немножко. Нет. Вот смотри. Мотив песни «Клокс». Ты помнишь? Нет. Нет. Клавишная. Да, и то же самое точно поешь с другой песней. Вообще, вообще очень мало, редко встречаются красивые мужские голоса. Ну, правда. Или? А вы Шафутинского слышали? Да, подожди, подожди. И у Криса Мартина как раз один из таких невыразительных темов. Невыразительного? Мне нравится. Господи, господи, господи. Почему невыразительных? Это ты его спроси, почему он не работает над собой? Надеюсь, он вас не слушает. Да ладно, но это такая вкусовщина, как бы, кому что. Ну да. Кому-то Гиллера не нравится, да? Да. Вот. Но не мне. Молодец, Леха. Она у меня в сердечке. Вопрос. Кто из вас самый больший подлиза в коллективе? Леха, ответишь. Это Вэл. Это Вэл сто пудов. Так. Вопрос от Булгаковой. Есть ли какие-то правила на рабочем месте? Может быть, нельзя пить чай? Кай, кофе. Нельзя пить, да. В студию нельзя. Не то, что я хотела на подкасте, потому что думаю, понести, может быть, чаечек. А знаете, что вы сказали? Потому что у нас техника, тут нельзя. Сказали, дорогая техника. Дорогая техника. Мы вас знаем, свиньи. Не, ну я реально, я часто все разливаю, поэтому мне правильно запрещать. Нельзя, Вэл. Нельзя. У тебя испалили. Ты думаешь, никто не видит трансляции? Скрины, знаешь, сколько. От Локо Пингвин. Есть вопрос. Почему не отвечаете тенденциям? Афроамериканец, азиат, ЛГБТ и все вот это вот. Не отвечаем? Не отвечаем тенденциям? Почему не в тренде? Ну типа ты, допустим, был бы афроамериканцем. Да. Ты ЛГБТ. Ты азиат. Я азиат. Я хотела быть азиатом, я же Вики Чан. Хорошо. Ты азиат, ты... ЛГБТ. Я могу ЛГБТ азиат. Афроамериканец. ЛГБТ афроамериканец могу быть. А, ну то есть, в принципе, отвечаем. Как угодно, как угодно. Ребят, это радио, это же поле для фантазии. Когда вы не видите наши лица, вы можете представить кого угодно. Как ты ответил грамотно. Я же говорил, я в детстве хотел себе узенькие глазки красивые. Серьезно? Да. У тебя глазища же такие прям выразительные. Мама, почему мне такие глаза классные? Серьезно? А мама что говорила? А мама такая наложила горчицу, такая, ну а теперь посмотри. А теперь гляньте. Нравится? Нравится? Мама, 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 волшебница. Кто твоя мамочка, мать твою? Ой, мама, Джема, мы вас любим. Обожаем. Так, вопрос такой. На чем не станете экономить? Пишет вот С.Л. Антонио. Вообще, конечно, на обуви нельзя экономить, потому что у меня был период, когда я прям много, я покупал количество, а не качество, ну, какой-нибудь по Аленочке. Но, как правило, деньги уходят те же самые, только у тебя быстрее изнашивается, тебе скорее нужно бежать что-то еще покупать. Я с тобой полностью согласен, абсолютно. Но немножко по другой причине. Сейчас будут грязные подробности. У меня долгое время врастали ногти на пальцах, на больших. Ну, ужасная штука. Мне снимали там раза два, и все равно что. И оказалось, что, ну, я вот покупал эту китайскую всякую обувь и начал покупать нормальную, и все прошло. Серьезно? Да, правда. Прикольно. Поэтому я не экономлю. Покажи. Кого? Покажи. Что тебе показать-то? Подожди, я думаю, на чем я не экономлю. Я, наверное, не буду покупать самые дешевые крема. Ну, вот косметика самая дешевая. Я переживаю, неизвестно, какого она, да, качества. Я в последнее время еще на отелях не экономлю. Ну, в плане не то, чтобы я хочу вот шикарно жить, но я вот не по цене ранжирую, потому что иногда такой трэш, ребята. Я всегда выбираю отели, чтобы у меня была своя ванная. Да. То есть для меня это важно. В смысле? Не общая на этаже? Да. Очень много, серьезно. Ну, бывают такие, или бывают там, типа, ванная комната на два номера. Я даже не рассматриваю такие варианты. Ну, вот я и говорю, я тоже не рассматриваю такие варианты. А, ну тогда в моем номере должны быть окна. Обязательно. Вот ты смеешься, у меня знакомая напротив Кремля снимала. Она такая, я сняла номер напротив Кремля, вообще класс, там где-то во дворах. Я к ней захожу в номер, а там, ну реально, наверное, шесть квадратов, я не знаю. И это какая-то типа подсобка, там нет окон. Серьезно? Да. А он стоил дешево напротив Красной площади, но, блин. Так, а еще на чем вы экономите? Очень удобно. Я не люблю экономить на перелетах, когда с пересадками он дешевле получается. Ну, это такая муторная история. Садишься, взлетаешь, там ждешь 3, 4, 5, 6 часов. Ну, смотри, какая переплата. Бывает, что 30 и 10. Да. Ну, да. Тогда не хочется. Не хочется. Ну, а все равно беру. Не, а в целом мне экономить нравится. Это же азарт. А у меня нет такого азарта? Да, ну вот точно нет. Вообще нет. У тебя нет азарта экономить? К сожалению, пытаюсь возрастить. Да, мне кажется, ты знаешь вообще все, как, что там это, где там это, промо-годы и так далее. Я не знаю ничего. Я тот человек, который берет по максимальной цене. Мне еще говорят, у вас сегодня скидка. Я говорю, да не надо мне скидку. Но там 70%, да не надо. Да, да мне 70%. А копить ты умеешь? Вообще нет. Я вот посмотрел и... Афериста из Тиндера и Анну Сорокин. И решил, что надо провести азарту. Нет, и удивлялся, почему они, имея такие капиталы, тут же их спускали на удовольствие. Это психотип такой. Почему тебе нельзя чуть-чуть прикрысить? Это такой психотип. Ничего они сделать этим не могут. Но я надеюсь послушать подкаст Смешариков про финансовую грамотность. Может, он мне поможет. Еще помогает научиться экономить неработающая жена. Вот. Это прям... Ну, ты знаешь, мне кажется, это не мой вариант. Ну, подожди, кто-то тебе представляет ЛГБТ? Может быть, и твой? А, ну, кстати, да. Но у меня уже неработающих два кота. Ну, кстати, да. Да, Аш Рут согласен. Тоже понабрал еждивенцев. Ага. Джему вопрос, я думаю. От Туркополиса. От Туркополиса, не знаю. Собираемся в Пятигорск. Посоветуйте топ-место для посещения. Что, кислый? Ну, кисловодск, правда. Кисловодск классный. Не, Пятигорск я люблю. Я там жил в детстве. Несколько лет. Да? Ну, конечно, маршрут. Ты там еще жив? Жил. Жив. Я еще жив. Джем, жив! Провал, конечно же. Ну, нет. Ну, правда. Ну, провал это провал. Ну, это достопримечательность в Пятигорске. Это скала, в которой дырка. Провал. И там маленькое озерцо такое вонючее-привонючее. За забором железным. А, серьезно? И там ничего не видно. Разочаровываешься. И ты думаешь, что это будет красиво. Это прям провал. Блин, значит, что же у нас любят-то все заборами ограждать? Все бы так. А потому что там ядовитая вода. Там голуби пролетают над ней и замертво падают. Ну, так люди. А если ты упадешь, то да. Ой, в чем ужас. Ну, что-то, что-то. Захочу. Знаешь, и через забор перелезаю и упаду. Короче, Кисловодск, ребята. Кислые, это вообще кайф. Люди, которые ни разу даже не гуглили и не были, вы просто обалдеете. Обалдеете. Не, серьезно. Это же прям офигенно. Центр Кислого. Это просто фантастика. Так. Хорошо. Вопрос еще тут. Давай. Лыжи, коньки или сноуборд? Коньки. Сейчас лыжи, наверное. Я, наверное... Ну, тебе ничего не осталось? Ну, пусть будут коньки. Хорошо? Пусть будут. Очень хорошо. Хотя я как-то, мне кажется, не так катаюсь на коньках. То есть я вижу, как люди катаются, они так легко, весело. А мне кажется, я как будто много сил. Грустно и тяжело. Да. Я как будто очень много сил трачу. То есть вот что-то у меня с техникой не то. Мне надо позаниматься, видимо, хотя бы одно занятие взять. Потому что я прям... Какое-то прям напряжение. Такое бывает, когда не до конца научилась. Я просто когда-то шел мимо катка и слышал там... Это я была. Вот ты каталась. Хочу, кстати, на горной лыжи встать. Вот, горная лыжа вообще кайф. Я не разу стояла попробовать. Ах, Ольга спрашивает. А смотрят ли Вики? Да. Джам? Да. Леха? Да. Тик-Токи от Сороки? Да. Да-да-да. Ну, редко, честно. Я видел недавно, ты видел? Видел. А ты просматриваешь, кто просмотрел твои видео? Я смотрю сколько... Я же на каждый видос ставлю шкалу вот эту огонечку. Она классно показывает, что заходит людям. Ну, например, то, где меньше всего от этих реакций, значит, подобный контент можно не выкладывать. А где больше... Да, это офигенная лакмусовая бумажка. Я просто вообще... Мне так лень что-то... Я всегда, если вот у тебя попался классный видос, я прям пишу, Вэл, это очень смешно. Это очень смешно. Либо ставишь наполовину меточки. Я помню, ты это сделал. А, я один раз... Я понял, почему. Я не умею пользоваться. Один раз попытался сделать, типа... Начал тянуть, а она бах, сразу внизу. Я такой, ну что ж такое. Я просто на середине устал. Да. Нет, а на самом деле это действительно показывает классную статистику. Понятно, не все доходят до того, чтобы прям смахивать, но... Ой, мне у тебя вот нравилась подборка. Если еще будут, ты их прям можешь мне кидать. То есть в тренд залетел Смэш Маус с треком... Сам Баррин. Да, из Шрека который. Вот. И они все очень смешные. Там начинают сам... Что-то там едет, и потом какой-то удар там. Бэнк такой. Да, под сильную долю что-то происходит. Хорошо. Ты смотришь, Вики? Да, я смотрю. Когда попадаю, я смотрю. Спасибо, родненькие. Да, обращайся. Вот откуда все эти три просмотра. Это моя история. Дина Ягода комментирует наш саундчек. Так. Голосовые от детей это не мило. Зачем их ставить так часто в саундчек? Я не соглашусь. Они такие милые. Ну что? Мне показалось, или тогда мне не любят детей? Получается, они ненавидят, да? А люди, которые не любят детей, это как называется? Child shimming? Мы же не знаем все подряд. Мы выбираем те, которые яркие. Какая-то прикольная интонация. Или запнулся смешной ребенок. Или, блин, есть такие дети, которые формулируют мысли лучше меня, например. Это правда. Да, да, да. Есть такие истории, я не про тебя ваше. Да, спасибо. Любой может. Там, в принципе, главное быть человеком, который знает три слова. Которого есть род. Так, Павлик спрашивает. Сериал и мультфильм детства самые любимые? Я на самом деле маленькая, когда была и смотрела «Зену королеву война», обожала просто. Сейлор Мун. Короче, мне нравятся такие воинственные женщины немножко. А, так вот это откуда все. Ага, да, 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 да. Что еще было где-то? Я тебе представил сейчас в таком кожаном топике, с такой меч сзади, да? Хорошо, хорошо. Тебе идет, тебе идет. Ну да, короче, вот «Зена», ну и Геракова, естественно, тоже. Мне, кстати, почему-то сразу всплыло сейчас в голове советский, наверное, еще мультик «Остров сокровищ». Да, крутой вообще. Для меня они ассоциируются, естественно. Капитан Врунгель. Нет, не то. Где пираты были, пираты, Ром, там еще с вкраплениями фильма были. Да, 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 это оно есть, по-моему. Ну, Капитан Врунгель, вы что? Да. Вы что, Капитан Врунгель вообще не там? Да и там. Ну там. А она классная с пингвинятами, Лоло и Пипе. Ой, не, вообще мимо меня. Нет? А ты смотрю? Нет. Пипе. Нет. Папа. Да нет, Лоло, Пипе. Что? Да, да. Такой милейший мультик, обожала. И Рикити Китави. Рикити Китави, да, хорошо. У меня «Геркулес». Ага. Но мультик именно. И мультик и сериал есть, мультсериал по СТС с утра шел. «Аладдин» и «Русалочка». Да. И это тоже. И «Чипа Дэйл». Не, я вот эти все диснеевские любил. Неважно, «Чипа Дэйл», там еще что-то. Вообще все прям любил. Ну, кроме, наверное, «Черного плаща». Что-то не обесил. «Черный плащ». Ну-ка, от винта. «Черный плащ». Но песенка вначале классная. Согласен. А, «Пауэр Рейнджерс». Никто не смотрел? Нет, что это такое? «Пауэр Рейнджерс». Здрасте. Здрасте. Про команду супергероев, которые обычные тинейджеры. И когда появляется какой-то монстр, а монстр — это какая-то ростовая кукла, ну прям стремнейшая. Там никакой графики. Просто ростовая кукла идет и мини-дома сокрушает. И такие «Сила! Что-то Пауэр Рейнджерс!» И они превращаются в своих стрёмных костюм. Один там розового цвета, другой синего цвета. Ну, короче, плохая версия «Силер Мун». Блин, подожди, стоп. Вы реально не знаете, что это Пауэр Рейнджерс? Ну, не знаю. Ну, не знаем, чего. Серьезно? Вы офигеете, сколько в комментах будет людей, которые знают? Если вы знаете, кто такие Пауэр Рейнджерс... Нет-нет-нет, «Силер Мун» давайте. Нет, это все знают. Подожди, я еще вспомнил кассету, кассету ВХС, которая у меня была. ВХС какая была. «Королев», конечно же, у меня был. Я его пересматривал миллион раз. А у меня вот вместе с «Королем Львом» еще был мультик «Принцесса Лебедь». Не смотрели его? Нет. Очень хороший мультик, диснеевский тоже, по-моему. И там в какой-то момент девушку заколдовали, она стала лебедем. Что-то знакомо. И к ней приходит вот этот парень, который заколдовал, говорит, ну все, все, давай, выходи за меня. И она ему говорит, никогда. И она ему говорила это на английском, сверху был дубляж. Но она так четко произносила «Невер», что я она всю жизнь запомнила, что мне так понравилось слово «Невер». Она была в этот момент лебедем, да? Да. «Невер». Выходи, слегка. И она была в дворечке. И, знаешь, побежала за ним. И этот «А, как, как, как?» Это от гусей или от кого нужно показывать, чтобы они отстали от тебя? Я первый раз слышу, что такое. Блин, есть какой-то знак. Что за ножнички? То ли гусь, когда за тобой бежит, какой-то ему знак надо показать. Да, они же щипаются. Чтобы тебя, считай, ущипнули в тупейшей позе. Блин, короче, продолжайте. Сейчас я найду. Может быть, когда ты показываешь ему вот эти ножнички, он думает, что ты тоже гусь такой. А-а-а! Это наш. Нет? Первый слышал. Я тоже первый раз слышал. Так, от Ивана вопрос. Кого из знаменитостей хотели бы встретить в магазине? Вообще, вот кого встречали в жизни знаменитостей, вот в бытовой какой-то истории? Оно многого. Ну, например. Я с Федуком летел в самолете. Да? И что? Ничего. Хлопья летят наверх. Не пел он там? Нет. С Таисией повалил и летел в самолете. Куда повалил? Таисия повалил. Ты нашел гусей? Да нет. Я много с кем пересекалась, но я не вспомню. То есть, ну, как бы, ну, видела и видела. Ну, да. А у тебя что? Я помню... Кстати, мы с тобой, Вики, летели на Бали в одном самолете, а с нами... Нет. Подождите, ну, лететь это маленькое пространство. А вот так, чтобы магазин зашел где-нибудь, вот, встретил... В большом пространстве. Это меняет. Не, ну, вот прям в жизни, знаешь, такое... Ну, бати, что я пару раз в одном и том же ресторане встречал. В одной и той же одежде. Да. Сейчас. У меня, я когда жил на Динамо, немногие, наверное, вспомнят, у меня рядом где-то Лена Перова жила. И я периодически... Как я ее любил. Прикинь, и я ходил в Магнолию рядом в соседнем доме просто. И один раз в том смотрю, такой, думаю, о, так похоже, вот, кого-то Перова, по-моему, да. Думаю, да не, не она, что она здесь делает на Динамо. И потом захожу, гуглю, и прям, ну, у нее татухи, по-моему, какие-то были. Я по тухам такой, да, она... А где она сейчас? На Динамо же. Ну, бухает, кстати, это не самый плохой вариант развития. Можно же не бухать просто. Это отвратительно. И какой смысл? А Юлиана Караулова? Что? Бухает? А что Юлиана? Ну, я ее встречал на два раза на концертах. Один раз на Си, другой раз на Альбанаге. А, я думала, на ее же концертах. На ее концертах. Прихожу, стоит. Пою. А танцор-то сзади танцует. Удивительно. Ладно, понятно. Короче, я не нашел знак, который нужно показывать гусям. А может, и не гуси. Кто-то тебе в деревне может ущипнуть какой-то есть лайфхак, как избавиться от этого. Ну, ладно. Мы разберемся, ладно. Ага. Как вы относитесь к типографике? И уделяете ли ей значение в личных переписках? Киря Орг спрашивает. Эм, экскюзми? Ну, типа, видимо, как оформлен документ. Как оформлен? Когда вот пишете красиво, что все было ровно. Так как пишу документы. Ты каждый день строчишь. Жалобы, доносы. Это от руки. Ну, это от руки. Я же для себя пишу. Иногда я не так непонятно пишу, что во время выпуска новостей не могу прочитать слово. Ну, нет. Ну, 50-50, наверное. Ну, красиво должно же быть. Ну, да. Наверное, красиво должно быть. Ну, так, чтобы прям заморачивать, нет. Красиво должно быть, но не у меня. Переписки же сказали. Я думал, что переписки в плане, там, в WhatsApp где-нибудь, типа, смайлики нужным оформляешь. Это да. Это да. Это на данной буковке, да? А вот постики в инстаграмчике. Ну, там да. Это да. Вот разобрались. Хорошо. Положительно относимся. Гречка или картошка? Картошка, конечно. Гречка, конечно же. Картошка, наверное. Гречка, картошка, картошка. Мясо или морепродукты? Мясо, мясо. Мясо, точно мясо. А я вот, наверное, морепродукты. И ты тоже, да, Вики. Ну, еще что-нибудь предложено. Вот мне опять, нет, это уже другой вопрос, в котором я немножко недоволен. Ирина спрашивает, привет, это ты, Вэлла, озвучиваешь рекламу «Пятерочки». Твой голос мне так часто присылают. Типа, вот это ты озвучишь, это я ничего, блин, не озвучиваю. Вообще неприятно, конечно. Какого-то хрена. А мог бы. А мог бы. Мы в принципе могли быть. «Пятерочка», кстати, Тимур Бодров наш озвучивал что-то, я помню, в магазине «Тимур». Да, 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 правда, серьезно. И у меня я рассказывал, да, я знакомая, с которой мы работали вместе в «Комсомольске на море», похвастаюсь, в утреннем шоу работали. И она официально голос Двагиса, навигатора. Вот так вот. Круто, да? Блин, крутяк. Галька, привет. Галь, привет. Галина. Она не любит, когда ее называют Галькина, кстати. Галька. Ну вот мы и выяснили, кого ты больше всего не любишь, бригадю. Самая любимая игра за всю историю «Бригады У». Любимая. Мне нравится. Ну это не совсем игра, это акция. Какая? Это акт. «Европа плюс» осуществит твою мечту. Обожаю, очень нравится. Когда ребят присылают заявки, да? Хочу новую грудь, а мы шьем. По вечерам. Находим швею. Да, ну нет, ребята присылали какие-то классные свои мечты. И кому-то мы просто собаку, ребенку маленькому вкупили. Кому-то говорящую куклу, кого-то отправили в Чили. Не перепутывали подарки? Ребенка, который хочет собаку, грудь. Шили. Да, вот это классная акция, мне нравится. Я игру вспомнил. Она прям на самом-самом старте, по-моему, бригады была. Поющие коты. Мне очень нравилось. Да, да, да. Мне очень нравилось. Когда там котов мочили. Очень жалко было. Нет. Я всегда думал, лишь бы не угадали. А я из того... Ну, если брать что-то... Понятно, что сейчас. Сейчас классно. Сейчас, я считаю, гениальной первую мысль. Она реально гениальная, очень крутая. Да. Но мне вспоминает... Но, наверное, не то, чтобы самая любимая, наверное, самая первая игра, которую я услышал, что-то было рассосать сосулю. Да. Да. Типа, что там, помогаем весне, да? Да, да, да. Да, да. Мне она очень нравилась. Идешь в наушниках, я сосу, сосу, сосу. Ням-ням-ням-ням-ням. Такая дурка вообще. Ну, прикольно. Не знаю, мне сейф нравится. Ну, сейф классный, да. Ты до конца не знаешь, успеешь ты придумать вопрос или нет. Время заканчивается, у тебя не готово ничего. Тебе нравится сейф со стороны, с нашей стороны, да, с подготовителя. Слушайте, ну и классно. На самом деле много узнаешь в момент подготовки сейфа. Не забываешь тут же. Нет, нет. Не скажу. Ну, ты помнишь, как называется самый длинный город во Франции по названию? Зато я помню, как самый короткий называется. Как? Почти как ви. Вы неправильно говорите. Нужно ударять на последний слон. Блин, со своей грамматикой ты, конечно. Это арпаэпы, по-моему, да? Так, 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 так. Что умеете готовить лучше шеф-повара? Ваше фирменное блюдо Алсу Касимова спрашивает. Мне кажется, мы уже отвечали на этот вопрос. Хорошо, не будем отвечать. Марина Виноградова спрашивает, куда пропали хейтеры? Да есть, можно где в Ютьюбе посмотреть. Во-первых, значит, кто-то написал, ну, наконец-таки Вики посоветовала нормальный сериал. Вроде как бы похвалили и типа не совсем похвалили. Это неправда. Хороший сериал смотрит. Ну и, кстати, пока не забыли, мы же обещали что-то разыграть. О, да, мы выбрали. Выбрали классный коммент. Наверное, это чуть-чуть такой этот коммент относится к хейту, да? Ну, относительно. Но он действительно шришной и забавной. Как мы его найдем, процитируем или перескажем? Ну, давай, я найду. Найдешь? Да, да. Татьяна написала. Бригаду. Что плохого вы сделали человеку, который оформляет заставку подкаста? Вот эти фоточки, это же трэш полный, а не лица. Видите? Это не трэш, это наши лица. Да, Татьяна, да? Танюш, да, я с тобой полностью согласен. Вы видите это раз в неделю, а мы с этим живем. Заодно и я отвечу на вопросы. Очень часто задают в комментариях, а где, Леха, а почему тебя нет на заставке? А оно мне надо? Вот и ответ на вопрос. А мне еще понравилась история с заставкой, помните, где мы втроем сделали двойные подбородки? Да, да. И вопрос прилетел, а что не так с лицом Вики? Только Вики, да? А мы-то... Ну, как обычно. Как обычно. Да. Тань, мы тебя поздравляем. Спасибо за классный коммент. Ты получаешь. А что получает, Таня? Давайте кружку, классно. Давайте. Термокружку. Все, записали. А мы каждый раз теперь разыгрываем? Да, давайте. А вы можете откомментировать всегда просто какой-нибудь классный, либо классный, либо смешной, да? Либо оригинальный, а может быть... А вы там с оригинальностью не представляете. Короче, если прям понравился. Это не обязательно хей должен быть. Это вот мы тут только... И не обязательно он должен быть огромный. И не обязательно похвала должен быть, хотя нет, обязательно. А можно похвала? Похлова. Да, и за какой-нибудь будем давать. За любой, абсолютно. Мы пока сами не знаем... То есть мы никакой темы не придерживаемся, просто выбираем, что понравилось. Да, вы просто смотрите, наслаждайтесь. не пытайтесь вот это вот выиграть. Типа, я сейчас выиграю, выиграю, специально напишу. Просто будем вот так радоваться. Ну, давайте еще один вопрос. Давай. Тимур Янов спрашивает. Ага. Вам не кажется, что пора заканчивать с личкой? Ни прослушиваний, ни просмотров. Нет, ты знаешь, мне кажется, нам не пора. Потому что в прошлый раз ты что-то подобное сказал, что нам пора заканчивать. И много было сообщений, что что? Нет! Джем, нет! Джем, нет! Нет, я говорил про вот сейчас, допустим. Да, да, да. Пора вот сейчас заканчивать. А Тимур говорит, вообще. Тимур, а чем нам заниматься тогда? Так мы пора заканчиваем сейчас или рассуждаем на тему заканчивать вообще или нет? Я тут за уши пытаюсь притянуть. Вы как хотите. Слушайте, вот если в общем, ребята, мы только начали. Мы еще заявим еще всему интернету. Мы еще не разогнались, да. Конечно, конечно. Вот видели палец Вэлла? Вот. Вот так вот. Представляю, люди, которые слушают подкаст, только нет, не видели. Это вообще. А вы слышали палец Вэлла? Ого. Вот, это был палец. Это был палец? Это был палец. А если не вообще? В данный момент. То тут можно быть солидарным с автором вопроса. Наверное, пора завязывать. Слушайте, что-то Тимур, да. Ну, давайте все на Тимура свалим вину. То есть это вот это вот вопрос. Если пора заканчивать, ну пора заканчивать. Спасибо, Тимур. Спасибо, Тимур. Спасибо, Тимур. Напишите в комментах спасибо Тимуру. Мы побежали. Ну все. Целуем вас. Пока! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Очень важно. Личка продолжается. Нет, комменты, лайки, репосты. Это обязательно. Реально. Это понятно. Забываешь об этом сказать и не происходит. А тут 180 комментов было на момент записи этого подкаста. Это очень кайф. Это круто. Поэтому не забывайте, поддерживайте нас. Спасибо вам большое. А мы все для вас. Все равно. Пока. Бригада У. Личка. То, что точно не попадет в эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова